Порой дорожные сводки напоминают чуть ли не сводки с поля боя. Раненые велосипедисты, травмированные водители электросамокатов. Со старшим комиссаром Центра надзора за дорожным движением ПХСК-префектуры Департамента полиции и погранохраны Мариной Алексеевой мы поговорим о проблемах, связанных с этими видами транспорта. Хотя, если к правилам с велосипедистами мы привыкли, то любители электросамокатов вообще не привыкли соблюдать никакие правила. Добрый вечер. Добрый вечер. Марина, погода прекрасная, скоро у нас лето и на улицах все больше и больше велосипедов, но теперь и электросамокатов. Есть ли с ними какие-то проблемы? Действительно, определенные проблемы уже имеются, особенно последние недели, когда была уже достаточно теплая погода. У нас уже полиции было зафиксировано 32 дорожно-транспортных происшествия с участниками этого транспортного средства. И, конечно, опасения есть, что из-за популярности этого транспортного средства, такой малой осведомленности о правилах передвижения на нем, а также, я бы сказала, ну, скажем, переоценки навыков своих движений, аварийность вполне возможно может повышаться именно вот с этими участниками. Обязательно нужно одевать шлем. Но, опять-таки, родители, например, очень сильно удивляются, когда узнают, что для электросамоката нужны велоправа. Точно так же, как и водителю велосипеда, ребенку в возрасте от 10-15 лет, если он хочет двигаться по проезжей части, тогда ему нужны права велосипедиста. Для самокатчика это действует то же самое правило. То есть ему нужны тогда велосипедные права. По поводу шлема нововведения в законе о дорожном движении говорят по поводу водителей легкого персонального транспортного средства, что шлем обязан использовать как раз-таки ребенок-подросток до 16 лет. Исходя из того, какие травмы, мы видим, получают наши электросамокатчики, просто при падении даже, и, в общем-то, мы говорим о достаточно нестабильном все-таки транспортном средстве, то, безусловно, мы бы советовали взвесить приобретение шлема и тем самокатчикам, которые старше 16 лет. Ну и, опять-таки, нужно не забывать о скоростном режиме для электросамокатов. И, конечно же, не забывать о том, что втроем, вчетвером, вдвоем, наверное, не стоит. Безусловно, правило теперь для электросамокатчиков, для водителей вот такого легкого персонального транспортного средства. С 1 января у нас действует закон о дорожном движении, они хорошо прописаны. Естественно, скорость при пересечении проезжей части должна быть минимальной. Точно так же скорость при опережении пешеходов должна соответствовать скорости самих пешеходов. И, безусловно, скорость, конечно, должна соответствовать дорожным условиям. Конечно, хочется сказать еще про навыки. То есть это, в общем-то, средство достаточно быстро разгоняется и двигается с большой скоростью, в том числе при пересечении проезжей части. Самые большие опасности именно там – это и столкновение с автомобилями, это и неожиданное появление перед автомобилем вот такого участника. И, конечно же, еще раз скажу, что травмы достаточно серьезные. Можно ли на электросамокате ездить по проезжей части, по велодорожкам, по пешеходным дорожкам? Потому что каждый участник движения гонит, скажем так, пешеходы, говорят, ездите по проезжей части. Опять-таки скажу, что закон у нас регламентирует в этом случае место, где может двигаться на электросамокате человек. Возможно ехать и по проезжей части с правой стороны, возможно двигаться и по велосипедной полосе, возможно двигаться по велосипедно-пешеходным дорожкам. В общем, можно сказать, что человек на электросамокате может использовать как пространство для движения пешеходное, так и велосипедное. Ну и самое главное, конечно же, правило помнить и про правила, и про этикет. Да, это действительно верное замечание, потому что вежливость тут должна быть обоюдна, не только со стороны самих же самокатчиков относительно пешеходов, но и, конечно, со стороны водителей, то есть они тоже должны считаться, что такая новая категория у нас появилась. И точно так же велосипедисты никуда не исчезли с дорог. Для водителей автомобилей, безусловно, важно быть внимательных на перекрестках, особенно при совершении поворотов, потому что это тоже достаточно такой частый тип аварий, который происходит между автомобилистом и велосипедистом или самокатчиком. Спасибо вам большое. Хочется верить, что несчастных случаев на дороге все-таки будет меньше. Будем надеяться. Спасибо вам. Надеюсь, наши телезрители прислушаются к призывам, которые прозвучали в разговоре с нашей гостьей. Старшим комиссаром Центра надзора за дорожным движением Пыховской префектуры Мариной Алексеевой. И будут соблюдать осторожность на велосипедах и самокатах всегда и в предстоящие дни. Продолжение следует...